Империя определяется также через наличие военных баз. У США их 700 по всему миру, и одна из них, Рамштайн, находится в Германии. Да, это не Германия имеет базу в Америке, а Америка в Германии. В целом, с имперскими признаками все ясно. Евразия – самый сложный материк для империи. Европа и Азия – все вместе. На карте закрашена зеленым. Немаленькая такая территория. Там самые большие запасы ископаемых энергоносителей между Каспийским морем и Персидским заливом. Поэтому цель империи, которая находится вот тут, – контролировать это пространство. И это очень сложно, поскольку это вам не Швейцария, это огромная территория. Американцы сказали, ну ладно, тут у нас Россия с гигантскими запасами, чего угодно. Тут у нас Германия с ее технологиями и производством. Мы должны предотвратить их сотрудничество. Намного лучше будет, если русские и немцы вдруг друга будут стрелять. Так мы их точно ослабим. Вам может показаться, что это дикая мысль, но именно так звучала американская геостратегия. Георг Фридман в этом году сказал буквально так. В США они могут постоянно вторгаться в Евразию, она очень большая. Поэтому я рекомендую технологию, которая уже была опробирована президентом Рейгана в Ираке и Иране. Тогда мы поддерживали в войне обе страны, и они воевали друг с другом. Воевали друг с другом, а не против нас. Это было цинично, аморально, но эффективно. Поскольку США просто не в состоянии занять всю Евразию. В этот момент, когда сапог нашего солдата коснется земли Евразии, мы будем в безнадежном меньшинстве. И это правда именно так. Конечно, они не могут занять своими войсками это пространство, но зато они могут стравить Иран и Ирак, или Россию и Германию, если их народы не будут бдительны. Мы можем победить армию, но мы не можем захватить Ирак. Мы можем, однако, поддержать разобщенные силы. Британия в свое время тоже не захватила Индию целиком, но натравила друг на друга отдельные области. Позвольте мне спросить, а кто знаком с этой цитатой? Ну, просто чтобы мне увидеть. Ага. А кто видит ее в первый раз? Спасибо. Я только хочу напомнить, что если кто-то захочет стравить Германию и Россию, то последняя Иран-Иракская война 80-88 годов стоила этим странам более 400 тысяч убитыми. То есть вот это рекомендуется для Евразии. 400 тысяч смертей между Германией и Россией. И вот это я, как исследователь мирных процессов, никак не могу вам рекомендовать. Тут у нас Рамсфельд и Саддам Хусейн. Мы постоянно забываем. Мы думаем, о, они всегда были врагами. Нет, нет, нет. В 80-е США поддерживали Саддама. А после скандала, также известного как Ирангейт, стало понятно, что США поддерживают и Иран тоже. Когда я рассказываю об этом моим студентам, они мне просто не верят. Минуту, как США в обе страны продавали оружие? Да, это так. Потом студенты обычно говорят, стоп, а как с правами человека? Ага, говорю я. Дошло. Цитата. Главная цель США, ради которой мы воевали в Первой и Второй мировых войнах, а также в Холодной войне, были отношения России и Германии. Поскольку вместе они представляют ту единственную силу, которая может угрожать нам в наших интересах предотвратить этот союз. Опять слова Георга Фридмана. Забавно, что его фамилия означает «мирный человек». Да, дело и правда идет о русско-германских отношениях. И это не абы какие отношения. Это сверхважные отношения на этой гигантской евразийской территории. Если Россия и Германия в мире, у них больше власти, чем если они стреляют в друг друга. Я спросил себя, обсуждалась ли эта тема в политике. И вот, что я нашел. Это Сара Вагенкнехт из партии левых. Берлин, Бундестаг, март 2015 года. Особый интерес США в Европе, который поразительно прямо сформулировал шеф Стратфорда, ну, это тот самый Фридман, состоит в том, чтобы испортить российско-немецкие отношения. И вот это слушала канцлерин. То есть тема в политике обсуждается. Но вы дома, перед телевизором, слышите об этом редко. Это точно не то, что вам будут рассказывать по вашим новостным каналам. Я бы советовал активно и целенаправленно искать информацию. Ну, например, послушать того же шефа Стратфорда Георга Фридмана на Ютубе. И это и есть новый подход к масс-медиа. Я думаю, без этого сейчас просто нельзя. Вот я все равно смотрю Лигу чемпионов и все такое. Но надо же понимать, вот это развлечение, и тут можно немножко потупить. А вот это самообразование. Нельзя утверждать, я информируюсь, потому что смотрю вечерние новости. Нет, там речь не об информации. Медийная грамотность в 21 веке очень важна. Мы уже обсудили империю США, сейчас важно понять, что такое распространение НАТО. А вот это Путин, наш главный злодей. Наверное, вы заметили, что международная политика, по версии средств массовой информации, штука крайне простая. Политика – это просто охота на злодея. Так было последние 20 лет. Злодеи всегда меняются. Иногда это Саддам Хусейн, иногда это Каддафи. Одного убивают, другого вешают. Все вроде хорошо, но потом вдруг Бен Ладен ищет его. Вдруг, Милошевич, судя другого. Постоянная охота, Асад или Путин нам постоянно объясняют, что цель международной политики – поймать и убить злодеев. И никогда не идет речь о сферах влияния, запасах нефти или военных базах. Но, должен сказать вам, эти истории о злодеях – это истории для дураков. Так не бывает. Потому что неясно, как объяснить то, что злодеи поддерживают порой оружием. И если ребенок спросит мама, а почему злодеям продают оружие, мама тоже на это не ответит. Напоминаю, Саддама сначала поддерживали, и только потом он мутировал злодея. Сейчас мирового злодея СМИ делают из Путина. И никому не важно, совпадает ли карикатура с реальностью. Но Амчомский, которого я очень ценю и всем крайне рекомендую, пишет, Путин действовал нелегально, но изображать его как сумасшедшего монстра с Альцгеймером и с крысиным лицом – это Оруэлловский фанатизм. Оруэлл, кстати, кто забыл, это автор легендарной книги «1984». Не важно, что думают о его политике, говорит Чомский. Ее можно понять. Смотрите, Нуан Чомский отваживается на то, что стало в наших СМИ запретным. Он говорит, что Путина можно понять. Сама идея, что Украина может вступить в любой Западный Союз, была бы для любого главы России неприемлема. Мы слишком редко… Упс, это прямо взрывоопасная мысль. Так вот, мы редко пытались понять, как работают русские головы. Возможно ли для русских видеть Украину в НАТО? Ибо ответ – нет, просто нет.